Доброе утро! Если вы думаете, нет ничего лучше, чем быть спасенным, прослушайте это письмо целиком и узнайте, почему мы самые счастливые люди на Земле. Орлы собираются вместе, письмо из Кинни Бранхама. Дорогая невеста, за вуалью. Почему я повторяю вам снова и снова? Нажмите play. Это самое важное, что вы можете сделать. Почему я продолжаю говорить пасторам? Верните брата Бранхама обратно на свои кафедры. Это очень просто. Слушая записанный на пленку голос седьмого ангела-посланника, вы слушаете живое слово. Перед людьми Бог снова покрыл завесой и оправдал Моисея завесой. Закрывая себя тем же огнем, сошел тот же огненный столб от с тех пор от них, чтобы они могли слышать только Слово Божие. Ты понял? Просто Слово. Они услышали его голос, ибо Моисей был для них живым Словом. Рим о живом служителе. Голос, который мы слушаем на пленке, это голос живого Слова нашего времени. Ничего большего, чем это, просто не существует. В одни Моисея только дети Израиля, находившиеся в стане, могли слышать его голос. Но сегодня Бог хотел, чтобы мир услышал его голос. Поэтому Он записал его на ленту, чтобы его невеста могла услышать голос живого Слова. Бог скрыл Себя в своем пророке, чтобы говорить им свои слова. Вот что Он сделал. Моисей был тем живым Словом для людей, сокрытым огненным столбом. Если у вас нет откровения об этом для наших дней, вы не можете быть невестой Иисуса Христа. Если да, то вы есть невеста Иисуса Христа. И вам придется сказать, «Нет ничего более важного, чем слушать записи, ибо это голос Божий, говорящий с вами из уст в уши». Многие пытаются запугать людей и сказать, что мы слишком много возлагаем на пророка. Мы поклоняемся Ему. Друзья мои, это Он сказал эти вещи, а не я. Я просто цитирую слово. Как это делалось во все времена. Божество скрывалось в человеческой плоти. Обратите внимание, Он это сделал. Пророки были сокрытым Божеством. Они были Словом Божьим, верно? Сокрытым человеческой плоти. Итак, они не заметили и нашего Моисея, видите, и Иисуса. Мы поклоняемся не человеку, а Богу, сокрытому и открывающему себя через пророка. Чтобы понять и поверить в это, вы должны сделать это. Вы больше не находитесь за этой завесой, дети. Бог предстал пред вами на виду. Мы больше не находимся за этой завесой. Мы можем видеть, что это Бог открывает себя на виду. Мы можем видеть, что слушание этого голоса на пленках – это Бог, говорящий со своей невестой. Мы верим, что это Его усмотренный путь на сегодняшний день. Мы можем сказать Аминь только этому голосу и никому другому. Этот голос будет проповедовать, учить и открывать нам все, что нам нужно знать. Этот голос познакомит нас с нашим Господом Иисусом Христом. Этот голос – это все, что мы хотим и все, что нам нужно. Мы благодарны за пятикратное служение, которое Бог использует, чтобы указать людям на этот голос. Пасторам, которые уловили виденье и получили откровение о том, что проигрывание кассет в их церквях – это величайшее, что они могут сделать для своих людей. Мы приглашаем вас послушать вместе с нами этот могущественный голос Живого Слова в это воскресенье в 12.00 по времени Джефферсон Вилля, когда мы услышим его откровение. Пробуйте. На этом письмо «Орлы собираются вместе» завершается. Теперь к вопросу, нет ли ничего лучше, чем быть спасенным? Ответ – да, быть невестой. Да благословит вас Бог и Колом. КОНОВАТИСМЕНТОР Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok